Националисты с ультраправыми сегодня протестовали у стен парламента. К Верховной Раде вывели тысячи людей. Призывали продолжать блокаду на Донбассе и переизбрать парламент. Однако на выборы нардепы, похоже, не собираются и заняты спасением большинства. Спасают за счет радикалов. Вдохнут ли новую жизнь в коалицию, выясняла Ольга Рыцарь. Слава нации! Что ни день у стен парламента новой акции протеста. Сегодня центр столицы заблокировали тысячи людей. Жгли фаеры, требовали прекратить торговлю с оккупированными территориями, а заодно проведение парламентских перевыборов. Правда, долго не простояли и к обеду разошлись. Уже с трибуны Верховной Рады от имени всех националистов говорил организатор акции, он же нардеп Андрей Белецкий. Мы не допустим приватизации стратегических предприятий. Продолжение сельско-господарских земель. Что квартального взросления цен на коммунальные послуги. Мы выможаем разорвание дипломатических отношений ЗРФ. В нас выстачит смелости, поверьте, и силы решительности самораспустить эту Верховную Раду. Но пламенную речь Белецкого, как и акцию протеста, депутаты всерьез не восприняли. Самораспускаться они не планируют, а наоборот думают, как спасать коалицию. Еще несколько дней назад в Народном фронте приветствовали возвращение радикалов большинство и подписали Декларацию Единства. Подписи под документом поставили три фракции. БПП, Народный фронт и Радикальная партия. На сегодняшний день перед загрозой тих викликов, которые стоят перед Украинской Державницей, треба усвідомлювать их и действительно не просто декорировать Единство, а обеспечить Единство. Я не думаю, что это правообразом коалиции. Это просто демонстрация того, что люди готовы дальше дойти в этих принципах Революции Гидности, оскільки это было в речнице. Я бы не давала этому какого-то особого значения. Это просто политическая заявка. Сам Ляшко настоял на том, чтобы упоминание о коалиции из документа убрать. Поддерживать все законопроекты большинство отказывается. В чем смысл Декларации? Объяснял по-своему. Союзные законопроекты могут быть только одни. Оборудовательность страны, национальные интересы Украины, национальная безопасность Украины. Подвищение уровня жизни. И для этого не нужно вообще никаких деклараций. Ни про никакую коалицию не идет. Идется про объединение всех тех людей, которые усведомляют необходимость единства заради перемоги. В ряды старой коалиции предлагали вернуться Батькищине самопомощи. Те документы проанализировали и отказались. Мол, голосовать за важные законопроекты и так готовы. Для этого декларации не нужны. Украинский политикум дискредитированный величезной количеностью протягом 25 лет объединений, псевдообъединений и псевдообъединенных деклараций. И это не цинило вообще эту справу. Объединения и псевдообъединения были заради пограбунки, коррупции, распределения экономических ресурсов. Такие подписания, таких политических меморандумов, что объединение навколо коррупции, что объединение навколо дерибану посад, оно выглядит, как спроба створить какую-то квазикоалицию. Тем временем в оппозиции заявляют, голосовать не будут, пока в повестке дня не появятся важные законопроекты. А это изменения в бюджет, повышение пенсий и снижение тарифов. Залишки коалиции, которые сегодня пытаются втриматься любой ценой, они пытаются кого-то прикупить, и прикупить там радикальную партию, завтра еще кого-то, потому что они пытаются втриматься при владе. Мы считаем, что нас ждут перевыборы, потому что этот парламент живет окремым от краяной жизни. И как раз сегодняшний порядок дня – это яркое освещение. Есть пара очень важных вопросов, например, о сотрудничестве с Малайзией, об устойчивом туризме, ну и так далее. Дело в том, что вместо того, чтобы принимать законы, которые нужны государству, на сегодняшний день натыкали все то, что можно провалить, если не хватит людей. Одно соглашение с ЕС о поддержке бизнеса Рада все-таки ратифицировала. На остальное голосов не хватило, и спикер по традиции закрыл заседание преждевременно. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok